В зону риска попали сразу три строящихся детских сада. Ход работ на социально важных объектах в Заволжье, Чебоксарском и Цивильском районах проинспектировал председатель кабинета министров. Чем испугала рабочих представительная делегация из столицы республики, так и осталась загадкой. Зато стало понятно, почему строительство детского сада затягивается. Его открытие было намельчено на лето, но сроки сдачи подрядчики продолжают переносить. Под угрозой срыва и другой контракт в Новочебоксарске. Фронт работ еще большой. По контракту в детском саду Сосновки должно быть создано 150 мест. Подрядчикам необходимо проложить инженерные сети, оборудовать лифт для инвалидов и бассейн. Бассейн, все, чаша, пленка. Оборудование где встанет? Оборудование внизу ставится. Не окупили что ли? Оно закуплено, они выходят на монтаж. Мы помещение приготовили, отделали все. За следующей неделе они сплантировать ее точно. Все закуплено быстро. Ей надо чуть-чуть. Подрядчики озвучили новые планы открыть детский сад до конца года. Председатель кабина отметил, что темп работ необходимо ускорить. Полны оптимизма и в Цивильске. Хотя сдача объекта по контракту намечена на декабрь. Строители возводят третий этаж и прокладывают сети. А кладку ли это делаете? Касун? Тебе? На следующей неделе. На следующей неделе выйти. В следующей неделе, в конце недели хотим закройнуть, что я уже на парапетах выйти. Проложить кровлю задача ближайших суток. По прогнозам, на этой неделе в республику придут холода. И это затруднит отделочные работы. Иван Моторин проинспектировал и строительство детского сада в деревне Большие Катраси. Его открытие намечено также на этот год. До 5 ноября двери наружу у меня тоже все будут стоять. Я буду штукатурить. Детские сады не должны становиться долгостроями, отметил Иван Моторин. Для подрядчиков это гарантированные заказы. А вот за срывом контрактов последуют штрафные санкции. Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.